маргинал опять овнет шадова овнет шадова дай дизлайк сразу влепим маргиналу немножко ускорим чтобы было как бы красиво и поехали 100 100 рублей шадов написал ответку и что что там у конфуция набор прескрипции во всей европейской философии тоже прескрипции ну все философы начинают рассуждения с допущений которые не доказывают ну это хуйня с прескрипциями были окей причем то прескрипция всех недоказанная маргинал зла слова зря слова прескрипция употребил вот все ума блять я я ему на стриме на котором он присутствовал объяснил что такое аксиомы он нихуя не понял блять ты тупой блять мелкий долбоеб все люди понимают что такое блять аксиомы понимаешь это объяснять и говорит что кто-то нихуя не понял это прямое оскорбление понимаешь блять маргинал это реально блять прямое оскорбление в данном случае похуй просто то что ты говоришь называешь аксиомами нихуя не аксиомы например у аристотеля 99 процентов текстов прескрипции но это хуйня было это хуйня с прескрипциями я не понял что я прескрипции блять поехали чего это где от какого текста прескрипции у платона мужики пиздят и соглашаются сократом ну есть такое пиздят и соглашаются сократом да уж одного аксиома равно прескрипции а у них ну блять аксиомы не равно прескрипции я снова пресчuting знал просто на тот момент победим континентальщик понимаете то есть там блять континентальный философия неratине дальше кстати я дикотины тальчики не аналитические философ моей чёрна не про доказательство она не про рассуждение блять континентальные философии она про то что я ожидал что pier будет в кафе но когда я зашел в кафе はい там не было блять моё да Вся, в общем-то, философия континентальной — это экзистенциализм. Окей, охуенно, супер, заебись. Прочитание нарушено, это и есть ничто. Чувак, кажется, недавно прочитал, наконец-то, «Бытие ничто» с Артро, и теперь у него, короче, жопа полыхает на эту тему, он теперь везде его будет употреблять. Вот это, блядь, континентальная нахуй философия. Просто, блядь, узбогойтесь. Типа, она не про аргументы. Она, строго говоря, с той позиции, с которой выступаю я, она не философия. Но с той позиции, с которой выступаю я, аналитическая философия не философия, потому что она как раз про аргументы в рамках одной догматической системы. То есть, всё. Эта догматическая система, скорее, религиозна. Никакой, в общем-то, философии в этом нет. Никакой продуктивной философии я в этом не вижу. Блядь. Всё? То есть, ну, типа, блядь, она философия в том же смысле, в которой, ну, типа, когда Мэдисон говорит, что если не хочешь идти в армию, блядь, просто не иди. Чё? Ну, просто не иди. Серьёзно? Вот есть твоя рука. Блядь, отсылка хорошая. Кстати, внезапно так всё сложилось, мы только что это смотрели, как бы. Кайф. Ты можешь его поднять, а можешь опустить. А можешь не идти в армию. Это ровно такая же философия, как и весь, блядь, Гегель. Вообще. Весь. Блядь, Гегель ещё континентальщик. Охуеть. Поздравляю. То есть, от вступления в феноменологию духа до, там, окончания, там, блядь, науки логики. Остальное я не знаю. Он какую-то, блядь, энциклопедию ебанутую там написал. У него дохуя выстроено. Я не знаю, что там у него другое было. Но феноменология духа, она вся такая. Я, кстати, не континентальщик. Ну, то есть, в принципе, у меня нет никаких зацепок к континентальной философии вообще. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я не опираюсь на Канта, на Хайдегера, на Гегеля, на Гусарля, на Хайдегера уже говорил, на Фукост, на структурализм не опираюсь. Я, в принципе, не продолжаю ни одно из исследований континентальной философии. Ну, чтобы просто было вообще, в принципе, понятно. Я не работаю в парадигме ни одной из существующих континентальных школ. У меня своя парадигма, которая восходит к древности. И очень сильно ее дорабатывает. Прям нереально сильно ее дорабатывает. Откуда Марго взял дихотомию континентальщиков и аналитических? Ну, оно характерно для описания философии 20 века просто. Он не сказал, что Гегель континентальщик? Почти сказал. Почти сказал. Согласен, что не сказал напрямую, но тут в определенном смысле он прям вот взял и возвел Гегеля континентальщиком. Сартер, блядь. Каню, вот это все, все, говно. Оно нихуя не отличается по уровню аргументированности от там... Так всем насрать на уровень аргументированности. Настоящая философия всем насрать на уровень аргументированности, потому что любые высказывания, которые делает какой-нибудь Гегель, потом будут пытаться доказывать там, не знаю, десятки других гегельянцев. И они будут пытаться делать это в том числе аргументированно. Мне просто интересно, а маргинал, когда засирает Гегеля, он может быть читал какого-нибудь доцента Муравьева, например, современный, короче, гегельянец, который работает в Питере. Он читал, может быть, Муравьева, я не знаю, но вот у Муравьева аргументы есть. Он предлагает определенные аргументы в поддержку Гегеля. Он читал Муравьева или не читал? Не читал, скорее всего, даже не слышал, полагаю. Все. До свидания. Ну, опять же, сама философия это не про аргументы. Аргументы, они появляются потом уже. Философия, появляется сначала позиция какая-то определенная, зарождается. Изначально она не совсем уже доказанная. Потом она постепенно становится все более структурированной, более большой, более полной. Аргументы какие-то появляются иногда у самого автора, иногда нет. Ну, то есть, лол, а потом какие-нибудь мыслители подхватывают эту философию и начинают ее развивать. Так было с логикой, например. Так совсем чем угодно происходит. Да ладно? Да ладно? Ну, то есть, ну, окей, то, что у Гегеля нет аргументов, ну, охуеть, заебись. Прикольно. И чё? Может быть, Маргинал перечитал всех гегельянцев, чтобы рассказать нам о том, что у них тоже нет аргументов? Или, может быть, Маргинал сейчас озвучит очень тупую точку зрения, согласно которой современные гегельянцы не отличаются от Гегеля вообще, может быть? И, может быть, их вообще способ рассуждения вообще не отличается от Гегеля? Ну, это хуйня полная детсадовская. Ну, ладно, продолжаем. Ну, тут Исака была мысль, типа, я считаю, любой либерал всегда педофил. Не-не-не, по-другому. Я считаю, любой педофил всегда либерал. Ну, чё, захотелось мальчика, блядь, бубукнуть на хлопочек. И он себе позволил. Это либерализм, он про то, чтобы себе позволять. Это, блядь, ровно такого же уровня, нахуй, философия, как и весь Гегель. Весь, всё. Ну, это полная хуйня, ребята, вы понимаете, да? Вот, смотрите, если бы Маргинал сейчас не упоминал Гегеля, как минимум, ну, как минимум, он мог бы хотя бы не обосраться в теории. Вот, хотя бы мог бы не обосраться. Вот, вот, просто чуваку надо было удержаться. Удержаться и не начать использовать в качестве аргумент, аргументум от Гегелиума. Ну, Гегеля, нахуй, просто, ну, он здесь вообще ни при чём. Он здесь вообще ни при чём. Меня обвинили в том, что я континентальщик. Континентальщик, ну, допустим. Допустим, континентальщик. Гегеля-то, нахуй, Гегель-то, это при чём? Почему, зачем мы Гегеля трогаем? Я нихуя не понимаю. Бедный, бедный, бедный Гегель подвергся, опять же, просто, не знаю, травле. Собрание сочинений. Уровень аргументации такой же. Да, но зато маргинал не читал тех, кто пытались аргументировать, что там у Гегеля. Пытались доказывать, что там у Гегеля. Ну, нахуя нам читать конкретно Гегеля, если никто, ну, никто, мало кто в истории философии непосредственно выходил за пределы своих тезисов настолько далеко, чтобы там было доказано вообще всё. Ну, то есть, честно, честно скажем, во всей истории философии мы редко встретим какого-нибудь мыслителя, у которого доказаны более-менее все его тезисы. Даже вот на таком банальном уровне очень много философии и утверждений. Очень много философии и утверждений. Просто именно утверждений, которые взяты вот не с хуя. Ну, например, в логике много допущений, которые тоже взяты не с хуя. Ну, например, закон тождества. Закон тождества тоже не с хуя взят. Все законы логики взяты не с хуя. Просто решили так давно в Греции, что вот это будет приблизительно так, потом добавили закон достаточного основания и заебись как бы, и заебись. Тоже не с хуя добавили, просто так взяли и добавили. А потом начали доказывать, а зачем мы эту хуйню добавили, а что с этим делать, как это работает, ну охуеть. Вот. Почему мы вообще на аргументацию должны каким-то образом опираться в данном случае? Ну аргументация, аргументация, нет аргументации, нет аргументации, потом будет, потом придет. Из любой хуйни можно сделать аргументированную философию, из любой ебучей религии можно сделать аргументированную философию. Блять, из ебаного тупого язычества можно сделать аргументированную философию, хотя у маргинала не получается, но да похуй. Ну в теории можно, в теории можно, из язычества можно сделать аргументированную философию, типа. Из любой залупы можно сделать аргументированную философию. Окей, прикольно. Повторюсь, дело не в том, что кто-то великий, а кто-то нет, нахуй, и так далее. Я про то, является ли, антологически, что-то философией. То есть, блядь, реструкт, феноменология духа и, блядь, паломничество Чарльда Гарольда, блядь, это философия в одном и том же смысле. Понимаете? То есть, блядь, вот хуйня полная. То есть, блядь. Гегель, например, знал историю, знал историю философии, делал определенные замечания в данной истории философии, наблюдал за ней, сравнивал ее, в общем-то, друг с другом, смотрел, какие там присутствуют закономерности. Другой вопрос, что он хуёво выделил закономерности, окей, окей, но он пытался их найти, и возможно, и возможно, в его время, те высказывания, которые он говорил, были очевидны для ученых того времени, для историков того времени, ну то есть, он не то, чтобы, наверное, знаете, переворачивал вообще все взгляды на все вообще вокруг, там придумывал новых скептиков или что-нибудь там еще такое. То есть, Гегель был очень умным, образованным мужиком, как минимум. Крайне образованным мужиком, который очень много знал. Да, смотрел хайлайт с Василом, где он называет взгляды Марго людоедскими, которые средние между всяком Панасенковым, ну, я не знаю, наверное, троллинг от Васила был, честно скажу. Ну да ладно, неважно. А вот, в принципе, без разницы на этику, каких там этических постулатов придерживается маргинал, на мой взгляд, он слишком моральный, наоборот, слишком моральный, не то, чтобы людоедский, ну, без разницы. Но, блядь, я уже забыл, что хотел сказать, сбили, поехали. Суньхуевчай Конфуция, я не помню, как называлось вот эти рассуждения. The Analects, то, что по-английски называется. Блин, блядь, Destruct, блядь. Это не писал сам Конфуций текст. Я не знаю. Блядь, миф о Назифе, блядь, Камюр. Тут еще надо понимать, что Гегель – это большой систематический философ, в чьей философии имеются все аспекты философии. Они там тесно связаны. С другой стороны, Камюр, который разрабатывал буквально один аспект. Максим Пестряков пишет, то есть его философия другое, так как он много знал историю, в том числе историю, да, так как он много знал историю, структурировал ее и обозначил там наличие определенных законов. Понимаете, в чем дело? И просто распространил эти законы на весь остальной мир. Блядь, ну, короче, смотрите, вы верите в эволюцию? Если вы верите в эволюцию и верите в то, что законы эволюции, там, не знаю, распространяются на социум, на культуру и на прочую хуйню, вы в этом случае ничем не лучше Гегеля. Вы абсолютно такой же гегельянец, только вот распространяете совершенно другую хуйню, но вот похожую тоже. Тоже подвижную, тоже вот связанную с движением, с изменением, тоже, ну, такая же хуйня получается, очень похожая, кстати. И что еще, блядь? Видос Толяна про смысл жизни, нахуй. Ну, маргинал сейчас хуйню порет, он даже сам, блядь, понимает, что он сейчас хуйню несет. Это, понимаете, это какой-то кринж троллинг для аудитории в 2000 человек, блядь. Я, честно, не знаю, он реально так считает, но если он так считает, ну, он просто безграмотный долбоеб, ну, что я могу сказать. Хотя я уже видел другие видосы, где он разбирает Гегеля, и это было нормально. Это было нормально, но сейчас он откровенно порет хуйню, ребят, это не аргумент. Это аргумент для школьников тупых, которые Гегеля никогда не читали, не прочитают, не поймут, даже не будут разбираться в том, что там у Гегеля, даже не попытаются разобраться. Блядь, что еще? Санетта Шекспира, блядь. Блядь. Пампин Айрон Шварценеггера. Это все философия одного уровня, как. Блядь, охуенно он меня овнет, конечно. Просто заебись, он меня овнет, буквально не знаю, сколько минут, больше, больше, там, не знаю, 4 минут, овн Шадова посвящен, знаете чему? Аналогии с ебучим Гегелем, к которому я не имею никакого отношения. Вообще никакого отношения не имею к Гегелю. Я никакого отношения не имею к догматической философии, тем более к идеалистической догматической философии. Я вообще в другом, как бы, отсеке философии нахожусь по своим взглядам. Я вообще в другой области, абсолютно другой области. Марго, кажется, Гегеля вообще читал. Да он читал Гегеля, он просто сейчас намеренно порит хуйню для школьников, понимаете? Это троллинг, это кринж-троллинг, это не аргументация, это кринж-троллинг для быдла, ребят. Это, блядь, овнет он кого-то. Хуевнет. Короче. Это все философия одного уровня. Потому что отношения к аргументации там одинаковые. А почему мы уровни философии измеряем в аргументации? Что за хуевая догматика для долбоебов придуманная? Непонятно, как ее аргументировать, кстати. Как аргументировать аргументацию, как доказать логику, тоже непонятно. А, я забыл. Аксиомы, я же нихуя не понял, да, что такое аксиомы. Окей, хорошо. Хорошо, понял. Ну тогда у Гегеля тоже аксиомы, охуенные аксиомы. Это философия, и она еще подразумевает отсутствие аргументации. Все, охуеть. Еще одна аксиома, кстати, еще одна аксиома. Тоже задвинул здесь еще одну аксиому. Охуенная философия у Гегеля. Знаете, что еще, охуенная философия без аргументации? Философия тесака. Ну и то же самое, да, ввел аксиому, тесак такую, и все работает. Из этого можно многое логически выводить, давайте займемся этим, давайте займемся логическим выведением какой-то хуйни из каких-то тупых аксиом, которые, блядь, никак с реальностью не связаны. Вот это же философия на самом деле, да? Это же философия, вот этого мы хотели всю жизнь, мы хотели добиться вот этой системы, когда мы сможем просто пиздоболить языком и при этом складывать все в логические какие-то цепочки. Охуенно! 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 Таковы. Ну, Максим, я уже критиковал, у меня отдельные тексты есть по критике логики, ну да ладно. Погойтесь. Ашатов просто не знает, что такое прескрипция, что... Что такое прескрипция, я не знал, когда видео записывал, да. Что такое дескрипция, что такое аксиома, что такое... Дескрипция, я уже разобрался. Что такое аксиома и теорема, я знаю, и это, блядь, оскорбительно звучит в данном случае. Все люди знают, что такое аксиома и теорема, и кто в школе хотя проучает. Теорема, что значит доказательство? Что значит доказательство, тоже все знают, ну... Ему простительно. традиции философской четыре года в бакалавриате учить ебаные стихи под видом философии ебаные белые стихи повторюсь философия где надо запоминать кучу хуеты до запоминать мнение рандомных мудаков мне не интересует вообще ну окей все чего взяли что он троллит про гегеля он троллит потому что он про гегеля знает достаточно много чтобы нести такой хуйни полный здесь он очевидно троллит и очевидно несет хуйню то есть чисто про гегеля он нанес хуйни и нанес ее специально мог бы постараться мог бы сказать что-то более-менее дельное в данном случае было просто халявная хуйня отговорка даже стыдно за маргинал а ну то есть хуйня и не интересует у меня новаторство я уже это обсуждали какой у меня критерий я папа новой уже не буду обсуждать тогда строго говорят оговорил за ратустры не философская работа ну да оговорил за ратустры это совсем не философская работа ну типа это реально белый стих ну вы можете спросить ежи является ли блять так говорил за ратустро тупо пожилым белым стихом блять не ну под белыми стихами он верлибры видимо понимает верлибры видимо понимает марго блять слушайте в последнее время он по моему сильно деградировал это просто пиздец просто когда мы с васил васил просто охуевал с того что я ему рассказал про маргинала как бы именно вот по его философским позиция мол маргинал сейчас считает что вся философия это не философия до фреоги то что до фреоги не было логических доказательств то что вот только логика с фреоги появилась и потом и только потом началась настоящая философия васил охуевал с этого просто он думал да нету маргинала не было такой точки зрения вот вот кстати проявление этой самой точки зрения сейчас мы видим но это пиздец ужасно окажется что логика это не мнение рандомных мудаков но на мой взгляд это тоже одно из мнений рандомных мудаков это просто методологический такой подход который создали определенные рандомные мудаки да но на мой взгляд да то же самое что у гегеля то же самое что там у маркса я мог бы то же самое сказать понимать это одно и то же одно и тоже ну ладно пиздец не ну то есть по моему маргинал на протяжении последних там не знаю пяти лет тупо постепенно скатывается по уровню своего не знаю философства несерьезности какой-то ну просто постепенно деградирует нет ребят это тупо деградация ну все это сектанство вот 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 началось сектанство уже есть только одна философия есть только одна там одна логика есть только там один мой мир только мои ребята мои друзья ну то есть вот вот мои братаны только есть а все остальные полная хуйня как бы все остальные даже там даже близко не философии. Понимаете? Несмотря на то, что даже вот этих аналитических философов, ну, не то, чтобы много кто философами называет. То есть, понимаете, тут даже можно придерживаться аналитической философии, но не нести такую ебанутую хуйню для быдла вообще совсем вот на нулевом уровне. Если Марго так считает, ну, он реально сильно деградировал. В 2015 году у него были довольно взвешенные позиции в том плане, что в том плане, что они были хотя бы просто, ну, рассматривали, их можно было рассматривать как возможные. То, что сейчас происходит, это, блядь, это стыдоба. Это, блядь, не знаю, это речь какого-то саентолога, который, блядь, уверовал, преисполнился в своей, в общем-то, замечательной аналитической философии. Ну, подрочи посиди на нее, молодец. Подоказывай еще какую-нибудь хуйню. Зигота это человек, не знаю, людей нельзя убивать, следовательно, там, не знаю, нельзя делать аборты. Охуенная философия, заебись просто. Ну, супераргументация, супераргументация. Понимаете, это игра словами, все, это просто пустая игра словами, ребят. Овнет, овнет маргинал опять шадова. Просто без остановки меня овнет, я не понимаю. При этом Гегель, Гегель почему-то, бедный Гегель, бедный Гегель, что Гегель всем сделал? Что всем сделал Гегель? Что? Зачем? Маркс плохой, Гегель хороший. Заслуживает, заслуживает, да, такая аргументация? Внимание, я думаю. Чего дальше? Ну, это опять цитаты Волка. Я... Не, ну слушайте, ну да, по-моему, Рассел, это Витгенштейн, главный Витгенштейн, это цитаты Волка. Цитаты Волка. Давайте Витгенштейна прочитаем. Блядь, это мы уже смотрели, вроде, ребят. Хуй знает. Ай, блядь, они склеили все то же самое, видимо. Ёбаный в рвот. Ай, блин. А я просто напомню, кто-то, что, что мы Витгенштейн... Блядь, мы это уже смотрели. Ну да ладно, раз заказано, наплевать, что сказано, как говорится. А-а-а... Так. Так, блин, не, реалия, это жесть, это жесть. Ну ладно, 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 ладно. Будем заново бомбить. Тейна Белла. Витгенштейн. Логика, философский трактат. Логика, вот, сразу вывели. Давайте. Блядь, да мы это уже смотрели. Ладно, давайте ускорять. Хуй знает. Может, что-нибудь новое нахерачим. Я не знаю, нахуя склеивать. То есть, вот та 64-минутная хуйня, я думал, он там побольше чего-то интересного на говорит. Ну, блядь, охуеть, аналогия. Александр Шадов, это как Гегель. Александр, охуеть, Шадов как Гегель. Еее. I'm like Gegel. Гегель, ребята, я как Гегель. Ну, то есть, он, по сути, мне чуть ли не комплимент сделал. Ну, привет, друзья. Чё, пацаны, с вами Александр Гегель. Приветствую вас. Мы сегодня будем континентально философствовать, ребят. Континентальная философия это нечто более крутое, чем аналитическое, потому что в аналитической надо всего-то доказывать. А в континентальной философии можно сделать просто вот так вот. Сейчас. Континентальная философия Континентал, континентал. Вот так работает континентальная философия, ребят. Только так. Сейчас я сделал что-то на уровне Гегеля. Что-то на уровне Гегеля сейчас произошло на прямом эфире. И я считаю, это было круто. Это было круто. Кто-то доказывает, сидит в своем утверждении, а кто-то встает на руки и машет ногами. И поэтому он крутой, ребят. Вот это я понимаю аргументация. Да, континентальная философия все еще доминирует. Шадов заовнил, заовнил упермаргинала с помощью континентальной философии. Как-то так это работает. Читать, читать, скачать, купить. Я не буду покупать. В логике философии, в которых отмечу денег много. Смотрите. Мир. Есть все то, что имеет место. Витгенштейн. Уф! Мы это уже видели, к сожалению. Бля, ладно, давайте ускорим тогда. Поехали дальше. Мир. Есть совокупность фактов. Вот примерно это мне и скидывали. Ну, на самом деле, я как с порога могу сказать, что если для отдельно взятого любителя Витгенштейна изучение философии Витгенштейна будет сводиться к тому, что он будет повторять, что мир это все, что имеет место И о чем не получается говорить, надлежит молчать То да, цитаты Волка тогда А, кстати, это новый текст Это вроде новый текст, новые материалы Уже заказали второй раз ему, видимо, то же самое Ну окей, о чем оригинал Новое говорит тогда на базе философии Витгенштейна Может быть он цитаты Волка тоже воспроизводит Ну ладно, ладно Кстати, здесь новый контент Ладно, давайте продолжим тогда Или не новый, вот этот момент я не видел Вещей Мир определен фактами и тем, что все А в рамках самого Витгенштейна Это типа, ну, аргумент Ну, у него поэтому иерархически пронумерованы все Чтобы было понятно, где предпосылки, где выводы А хули он их не раскрывает? То есть вывод, чего является предпосылкой Для чего в дальнейшем и так далее Я убрал ускорение Я оставляю ускорение 1,5 на всякий случай Чтобы меня не зафорсили Ну, чтобы не запалили Что я смотрю этот видос Продолжаем Факты в логическом пространстве Суть мир Продолжаем Не, ну то есть смотрите Если Витгенштейн четко не разделил структуру Таким образом, чтобы мы видели Где аргумент, где не аргумент Где вывод и где все такое Ну, честно скажем Честно скажем От того, что имеется иерархическое разделение по цифрам Это еще ни о чем не говорит То есть маргинал сейчас мог просто придумать Что вот Здесь аргументы, какие-то доказательства Вот пока он этого сам не сделал Пока это четко не проговорено Их тупо нет Потому что иначе Мы можем взять Какого-нибудь Кунгфуция Кунгфуция Кунгфуцианцев Взять какие-то утверждения Кунгфукция Подобрать аргументы у Кунгфуцианцев И переначать Просто переделать форму Просто взять и переделать форму Суждений Под такую, какую нам удобно Мы можем создать Из всего чего угодно Силогизм, например Не знаю Конфуций Говорил Что его не уважают Только неблагородные мужи А Марго Не уважает Конфуция Следовательно Марго Неблагородный муж Добро пожаловать в мир логики, друзья Добро пожаловать в мир логики То, что только что Александр Шадов Продемонстрировал вам Как можно в рамках логики Философствовать Используя Концепты Конфуцианцев Это же очень мудро Это же настолько Высокий уровень Философствования Что охуеть просто Еще дальше Мир распадается на факты А тамарные факты Есть соединение Объектов Не, ну вообще На самом деле Я считаю прикольно Что мы смогли В принципе Почитать Витгенштейна На стриме Серьезная интеграция Витгенштейна Это прикольно Ауф, как бы, ребят Продолжаем еще дальше Критику Витгенштейна Которую маргинал обычно проводит Другим мыслителям Татиками Витгенштейна Для предмета Существенно то, что он может быть Составной частью Спасибо за подписку Диджея Абраган 8 месяцев Спасибо Там будет? Стой, я надеюсь Будет что-нибудь другое Маргинал переоденется Давайте посмотрим Так, переодевашка Ой, бля Ой, ля Тут полный набор, кажется Полная коллекция, ребят Тут полная коллекция Ну, типа, я не провожу Такую критику других мыслителей То есть я, Конфуция Например, не гуглил текст И не вынимал из него Какие-то фразы Я просто говорю, что Типа, я не хочу тратить Свое время на изучение Учений, которые являются В общем-то, религиозными доктринами Относительно конфуцианства Вообще спорно Религиозная доктрина Это или нет? Ну, то есть Ну, например Кто говорит? Некоторые религиоведы Говорят, что это Религиозная доктрина Окей, замечательно Некоторые говорят, что Все не так уж и просто Почему Маргинал взял С чего Маргинал взял Что это религиозная доктрина С того, что там Прескриптивные высказывания Ну, это в тексте Лю Guardians Много прескриптивных высказываний Действительно это так Но там есть не только Прескриптивные Но и дескриптивные высказывания От того, что Высказывания являются Прескриптивными Или дескриптивными Ну, похуй, как бы Ну, вообще плевать Ну, являются и являются Вот в других текстах конфуцианства мы находим что-то похожее на аргументы в большем количестве. Но хочешь ты тратить время или не хочешь, это, конечно же, твой выбор. Но вот просто как ты это апеллируешь перед большой публикой, это уже другое дело. Это совершенно другое дело. Изучение которых сводится к запоминанию. Нет. С чего мы взяли, что это сводится к запоминанию? Вопрос, а как маргинал запомнил законы логики? Он не сводил это к запоминанию, может быть? Или может быть изучение логики в целом, а это большая дисциплина, очень мощная дисциплина. Может быть там ничего не сводило к запоминанию? Может маргинал не запомнил метод логики? Может быть он реально его не запоминал? А тогда откуда он у него появился? Может у него врожденная логика? Ну вот, Анстрасом пишет. Вообще китаец политикой больше страдал, а не религией. Есть такое. Понимаете, в чем дело? Там этика, политическое учение по большей части. Там даже слово ритуал используется прежде всего для того, чтобы создать порядок в Поднебесной. Да, под словом ритуал, там какие-то духи у них тоже имеются. Духи предков, там все дела. Ну то есть в Конфуции здесь определенный рефрен отдает поклон определенной непосредственно религии китайской. Но сам по себе это политико-этический проект конфуцианства. И лишь потом в неоконфуцианстве он преображается, в нем появляются элементы метафизики какой-нибудь. Ну я не знаю, ну лол, кек, как бы. Как правило. Мне это неинтересно. Ну откуда ты узнал то, что ты знаешь маргинал? Может быть ты это, ну не знаю, может ты врожденные какие-то данные, у тебя в голове появилась логика сама по себе. Может быть она интуитивно понимается, я не знаю. Я просто не знаю, ни одного человека, который бы интуитивно понимал логику, ее учить надо, с ней нужно знакомиться. Нужно символы как минимум изучать, как они там функционируют, какие символы, что обозначают. Логика, кстати, во многом в язык встроена. Здесь она может быть немножко более интуитивна. То есть именно ввиду того, что логика встроена отчасти в язык, она может быть несколько более интуитивной. Ну ладно, ладно, ладно. Это скучно. Это не философия. Это, кстати, ну вот к филологии ближе. Я не люблю филологию. ...от амарного факта. Ауф, как бы, продолжаем дальше. Чтобы знать объект, я должен знать не внешние, а все его внутренние качества. Ауф, как бы, еще... Не ауф, а ауф, блядь. Камон. ...дальше. Объект, объекты содержат возможность... Ну сорян, кстати, я не знаю, ауф. ...всех положений вещей. Ауф, друзья, продолжаем. Цитаты волка, объект рост. Ауф, как бы, не знаю, что еще будет. Между прочим, объекты бессветные. Ауф, это, что ли, серьезно, что ли? Ана... Да не, на самом деле, у Витгенштейна там реально много простых утверждений. Ну, что вы хотите? Ну да, мы можем сказать, что это аксиомы. Аксиомы. Замечательно, это аксиомы. Круто. Круто. Это как в геометрии аксиомы. Аксиомы. Только вот геометрия с реальностью никак не связана, опять же. Мы можем сказать, что через точку по определению, там, не знаю, проходит только одна прямая. Не можно, то есть не может быть две параллельных прямых, которые проходят там через одну точку. Как аксиомы можем это взять? Похуй. Вообще, похуй. Но просто в мире не существует точек, и в мире не существует прямых. Тем более параллельных прямых не существует. Охуеть. То есть. Вот здесь, вот в этом мире, вот в мире нашего воображения, мы можем делать все, что угодно с геометрией. И хорошо, что мы можем задавать там аксиомы, можем повеселиться. Очень хорошо провести время, потратить огромное количество времени на то, чтобы что-то там, не знаю, интересное сделать. Нарисовать на бумаге потом это, и доказать каким-то другим мужикам. А смотрите, что мы придумали-то. А другие бы такие мужики, ну нихуя ты умный, нихуя ты умный. Молодец. Но какое отношение это имеет к реальности, к философии как таковой? Это самая геометрия и логика та же самая, которая строится, оказывается на аксиомах. Это оказывается на аксиомах. Если из них не выводятся последующие положения, это не аксиомы. Ну, Максим. Максим. В философии везде что-то из чего-то выводится. Как ни странно. Как ни странно, что-то из чего-то постоянно выводится. И поэтому, ну, все можно назвать аксиомами, в том числе догмы религии. Из них многое выводится, в том числе логически. Напоминаю, что христианство развивалось в европейской культуре. В европейской культуре долгое время была популярна логика. Ну, аристотельская логика, ладно. Да здесь такая оговорка будет. И с помощью аристотельской логики выводились определенные высказывания из догм. Значит, догмы это получаются те же самые аксиомы. Именно христианские догмы получаются христианскими аксиомами. Круто? Замечательно. Поздравляю вас, друзья. Отлично. Субстанция есть то, что существует независимо от того, что имеет место. Она есть форма и содержание. Продолжаем. Ну, просто, ребят, серьезно? Ну, серьезно просто, серьезно? Постоянный существующий объект одной. Спасибо за продолжение подписки. Дармен19. Спасибо. Топич. Донат. Свидетель 100 рублей. Анатолий, если бы жил в РФ, в какой валюте ты бы хранил деньги? В рублях или в долларах? Блядь, не знаю. Имеет ли смысл в РФ хранить деньги в долларах? Чувак, не знаю, я не шарю, извини. Спасибо за 100 рублей. Ну, типа, у меня просто нету такой проблемы, в какой валюте что хранить? Я американец. Извиняй, мне никогда не приходилось жить в этих реалиях. Александр Седых. 100 рублей. Ночь, комната, марго, аборты. Задорный русский интернет. Сиди в трусах или это шорты. Из постмодерна бегства нет. Афнешь? Закажут кек-мудилы. И повторится все говно. Ночь, малолетние девилы, аборты, комната, марго. Спасибо, Александр Седых, за 100 рублей и за великолепные стихи. Дай шадову отпор, а то он чуть ли не все видео с тобой пересматривал, чтобы найти аргументы и использовать против тебя. Техичный горе-академик немного прикончил вас. Да, блядь, при чем здесь аргументы, блядь? Бля, ребят, как будто бы я пересматриваю видео, знаете, самостоятельно. Как будто, знаете, прихожу на стрим к марго и начинаю, блядь, смотреть его видео. Вот так и выискивать там аргументы. Не понимаю, некоторые, видимо, не понимают, каким образом работает заказ видео. Мне заказывают видео, я его комментирую. Если мне очень интересно, я очень много комментирую. Если мне не очень интересно, я вообще не комментирую, бывает. В данном случае мне интересно, в том числе потому, что меня лично это затрагивает. Притом не то, чтобы меня лично, мои какие-то взгляды, это лично меня затрагивает в ряде случаев. Лично меня, лично мою личность затрагивает. Лично вот про меня бывает там какая-то хуйня. Говорится, типа, Александр не понимает, что такое аксиома или доказательства. Ну не понимает, окей С позиции Шадова Ну я просто не знаю, из-за чего у него горит жопа Просто с позиции Шадова Да потому что Маргиналу в данном случае Заказали отрывок из видео Которое длилось 3 часа У меня не то, чтобы жопа болит, я шоу делаю, ребята Ну ладно, ну нет, наверное, никакой проблемы В том, что какая-то философия представляет С собой цитаты Вулка, да и сами цитаты Вулка Это, блядь, наверное, тоже философия Ну типа, я просто Я же говорю, если Конфуция философ Тогда Шекспир, блядь, Вильям Блейк Какой-нибудь, Байрон Ну а где это тогда? У Конфуция есть целостная философская система У конфуцианства, как минимум Как минимум У Сократа, например, тоже нет целостной философской системы Но он считается отцом философии Потому что он По сути, да, был Учителем Платона Платона Вот, поэтому Сократ тоже Философ Ну, с Конфуцией та же самая история Конфуция это притеча полноценного философского течения У которого есть большая-большая система Связанная, логически У него много логических связанных систем Привет, Гриховец Подсистемы В общем, у него множество различных элементов Связанных с друг с другом Который работает на ряде предположений Где у Шекспира такая система, например? Какие новые этические предпосылки разработал Шекспир? Например, или политические, или метафизические Может, ну, Шекспир реально философ большой Может, он реально что-то новое придумал, предложил Какой-то новый взгляд на мир предложил, может быть Я не знаю То есть, один критерий сравнивания Это тупо аргументация И все Ну, напоминаю, что просто по мнению маргинала Напоминаю, что по мнению маргинала Ничто не является философией Кроме аналитической философии Охуеть Охуеть Как сюрприз-то какой Я не знаю, там, блядь, Тесак Светов Блядь Ну, Светов, скорее, не философ Он адепт философской школы Одной Одной Именно политической философской школы Анкап Да? Анархокапитализма То есть, анархокапитализм в определенное время Действительно был философией Действительно был философией И во многом остается философией И там есть определенные философские посылки а может быть здесь расскажешь то что василу писал про аргументацию да давайте попробуем но хер его знает хер его знает опять же пойти повторять одно и то же мне обычно не интересно поэтому я перехожу дальше и дальше и дальше я наверно зря предполагаю что люди все это знаете знают но повторять тоже не хочется давайте посмотрим что там василу было написано по маргинал не сочтет эти аргументы аргументами что для маргинала это все не аргумент я понял я написал василу например ну вот высказывание из ленью и использование ритуала цено потому что она приводит людей к согласию тезис дальше идет доказательство но она не логическая понимаете в чем разница между василом и маргиналом маргинал в данном случае как философию определяет вот ту философию которые которые основываются именно на логических доказательствах аргуменологическая аргументация васил а под философией понимает ну тоже аргументативную определенную схему но у него более широкий диапазон аргументативности так максим пестряков как можно упорно ставить знак равно между аксиомами и догмами блять максим почему вы блять не смотрите мои стримы я вам объясняю что такое догма вы не в моем смысле понимаете слова догма вы его в христианском смысле понимаете христианская догма это частный случай догмы вообще-то частный случай один из большого количества догм продолжаем юдзи сказал люньюй использование ритуала цено потому что она приводит людей к согласию путь древних правителей был прекрасен наблюдение наблюдение в качестве аргумента к первому тезису то есть поддержку в поддержку вывода получается свои большие и малые дела они совершали в соответствии с ритуалом то есть смотрите приводит юдзи определенный пример в котором у них были древние правители их путь был прекрасен по его мнению оценочное суждение плевать да но но мы считаем мы типа все считаем что он был прекрасен свои большие и малые дела они совершали в соответствии с ритуалом то есть вот у тех ребят которые чей путь был прекрасен еще управление было прекрасно вот их 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 дела большие малые совершали соответствии с ритуалом поэтому использование ритуала цено и она приводит согласию людей потому что вот во времена вот их самых правителей который чей путь был прекрасен когда все совершалось и большие и малые дела в соответствии с ритуалом вот вот тогда все было клево и это приводило к согласию людей и поэтому использование ритуала цено здесь есть определенная скрытая философская не знаю, аргументация, которую мы встретим, ну не знаю, у того же какого-нибудь Руссо там, например. Вообще почти у всех философов до логиков. Совершать то, что нельзя делать, опять же, у Конфуция написано, и при этом в интересах согласия стремиться к нему, не прибегая к ритуалу для ограничения этого поступка, так поступать нельзя. То есть, понимаете, здесь есть тезис, здесь есть поддержка для тезиса, определенные наблюдения приводятся в качестве аргументов. Ну, таких аргументов не в логическом смысле, но они просто здесь есть. Есть какая-то попытка доказательства, и это только Лю Ньюи, в котором мало доказательств, каких-либо там мало попыток для доказательства. А есть Мэнзэ и Сюнзэ, есть огромное количество, в общем-то, других конфузианских текстов, в которых вот таких вот пассажей очень много. Очень много. Систематически они проводятся. Вот и все, вот и вся разница. Блять, Джордж Карлин, блять. Да, именно Джон Дой, это высказывание можно перевести в логическую форму, кстати, да. У ИСИКЕЯ, не то, что это пизда какие философы, Брюс Ли, ну да, но это... У Брюса Ли и ИСИКЕЯ нету философских систем. Цитаты Волка, типа, все равно. И тоже, вы не поверите. Не, Максим Пестряков, просто у Жоржака Руссо мало доказанных отдельно пассажей в тексте. Ну, просто вы читаете Руссо, и у него много утверждений голословных. Вот и все. Если у него есть какие-то отдельные аргументы, это клево, я его поздравляю. Ну, если его считать философом, но он точно не из тех философов, которые строили свои рассуждения на базе аргументации. Ну, просто это не то, чтобы, знаете, все логично, все доказано. Да почти никто из философов таковым не является, ну, не знаю. Мне в голову приходит только один Спиноза. У одного Спинозы, может быть, все тесно связано. Текст этика тесно взаимосвязанный. У всех остальных философов похуже с этим. Даже не стремились, наверное, они к такой идеальной форме, как хотелось. Ау, как бы, ребят, форма есть в возможной структуре, как бы. Эм, ничего себе. Я просто почему не спорю, потому что, ну, типа, у нас был совместный, блядь, стрим, он на нем сказал, что аргументы хуйня. Типа, аргументы не нужны вообще. Ну, то есть, да? Ну, нет, я не сказал, что они хуйня и то, что они не нужны вообще, но это не определитель для философии. Аргументы – это нечто, вот, это взаимодействие между людьми. Мы с вами разговариваем, спорим, пытаемся выяснить, чья позиция. Лучше это общение. Аргументы – это общение, это определенная форма общения между двумя, там, не знаю, индивидуумами. Я там к вам подошел, смотрите, какая хуенная у меня философия. «Давайте я приведу такие аргументы, вы мне ответите своими аргументами, я их послушаю, потом я отвечу на ваши аргументы, мы с вами пообщаемся, поговорим весело, там, обнимемся потом, может быть, там еще что-нибудь произойдет интересное, а потом разойдемся». Вот здесь какая, не знаю, сущностная характеристика этих самых аргументов. То есть, это чисто нам для общения, для того, чтобы выяснить, а чья позиция может быть получше или похуже, да и то, относительно чего получше похуже. Тут попытки сравнивать. Аргументация сама по себе – это инструмент, это не какой-то, не знаю, идеал, на который нужно равняться. Не все философы, не у всех философов сильной стороной их работы была аргументация. Даже в смысле Васила. Не говоря про смысл маргинала, и его тупо логический догматизм здесь как бы, ну окей, прикольно. Ну, давайте на колени встанем и помолимся. Аргументативность критерий по силы позиции. Максим, кстати, я не уверен. Нет, 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 ни в коем случае. Количество аргументов – это тоже социальные определенные критерии. Чем больше представителей той или иной позиции, тем чаще всего больше у нее будет аргументов. Просто тупо по дефолту. Больше людей будут работать над этой самой аргументативностью. Именно сила позиции в данном случае, ну, 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 а что в ней сильного? То, что в ней больше аргументов, если Вы измеряете силу позиции количеством аргументов, у Вас получается цикл логический, и Вы допускаете логическую ошибку, Максим. Для Вас это проблема, для меня нет, например. Для Вас это реальная проблема. Если Вы верите в логику, если Вам нравится логика, то Вы допустили логическую ошибку. У Вас аргументативность измеряется, это критерий силы позиции, а критерий сила позиции это аргументативность или нет или что такое сила позиции что это вообще я не понимаю тогда аргумент равно сила ну так она и работает но это тот кто как это работает это не просто догматическая позиция это догматическая позиция которая еще строится на логической ошибки логический цикл данном случае не необходим до аргументация не является необходимым критериям отделение философии от нефилософию до пакета в смысле васила не является таким но у васила более широкие широкое понимание аргумента более широкая относительно маргинала ну блять ну просто понятно мы берем выкидываем из истории философии вообще всех философов оставляем аналитиков немножко юма немножко аристотеля немножко платона и заебись окей ну понятно чувак не изучал историю философии видимо ну окей это же обосновать какую-то позицию дальнейшем сейчас вот выясняется что он не знает что такое прескрипции и дискрипции не значит такое аксиомы и теоремы с прескрипции не знаю аксиомы теоремы все знают просто маргинал не хочет понимать что но смысл моих слов не хочешь короче понимать не хочет понимать почему я называю их долгами например даже даже аксиомы геометрии это долго в самом прямом смысле но в смысле конечно же до христианском смысле но он видимо и не будет разбираться опять же понимаете никто не будет разбираться в моих статьях моих текстах но и маргинал маргиналу здесь претензий конечно нет маргиналу претензий конечно нет у человека огромное количество времени знаете тратится на другие вещи ну как бы а в чем смысл защищать конфуция если ты ярый догматик и если ты категорически против дома понимаете павел чем проблема в данном случае проблема заключается в том что это спор не столько конфуции здесь ведется спор о китайской философии является ли китайская философия философии просто ли так ее называют философии или не просто так ее называет философией и marginal просто выбрал самый слабый текст китайского мыслителя лень йой для того чтобы привести его в качестве примера вот вот линию и этого текста суждение беседы конфуция конфуций правда его не сам писал эти от действительно довольно слабый но если мы докажем, что именно этот текст в том числе можно называть философским, ну, маргинал сосет, во-первых. Очень сильно сосет. Мы даже не будем смотреть на другие философские тексты китайские, потому что они более подробные, более сильные, более мощные и так далее, и так далее, и так далее. Ну, просто маргинал, понимаете, это причем спор заочный, то есть это не спор личный, мы не вместе с ним сейчас беседуем про это. Я бы ему лично сказал, кого хуя ты берешь Конфуция вообще? Конфуция, почему ленью берешь? Это текст написанный, вообще-то, блядь, ну, не им самим, написанный его учениками, которому он очень сильно нравился, не знаю, которые хотели показать, какой учитель мудрый, они рандомно его высказывания порой выбирали, там есть высказывания в духе, ну, не знаю, Конфуцию пошел посрать, а потом не пахло. Какой великий учитель? Типа того, там есть высказывания вообще не имеющие никакого отношения к теории, вообще философской никакой, ни к этике, ни к эстетике, ни к чему вообще, ни к политике, это просто высказывания в духе, там, не знаю, Конфуция круто выстрелил из лука. Ух ты, какой крутой Конфуция! Там вот реально такие высказывания есть. Это текст по жанру, не философский даже. Но в нем есть предпосылки философские. Притом есть мыслители, типа Мэнзы, типа Суньцзы, которые восходят к Конфуцию, которые возводят свои идеи, в том числе, к Лунью и вообще к идеям Конфуция. То есть, Конфуция и такой же философ, как и Сократ в данном случае. Если Сократ не философ, ну, допустим, допустим. Ну, что-то особо еще не подпишет. На мой взгляд, это скучно. Ну, окей. Ну, просто когда все философия. Ну, типа, далеко не все философия, в данном случае маргинал. Ну, понимаете, в чем дело? И опять же, перевирание тезиса моего. Ну, блядь, я понимаю, почему он в этом не разбирается и не хочет разобраться, и почему не было возможности в этом разобраться. Ну, просто не мой тезис, что все философия. У меня, на самом деле, более узкое определение философии, чем даже у того же маргинала. Намного более узкое, чем у Василы. У Василы оно широкое. Но оно еще более узкое, чем у маргинала. Новаторство. Кто больше новаторства внес, тот и философ, по сути. Именно в мысли. В мысль, в философскую мысль. Кто в познании внес больше новаторских каких-то идей, тот и философ. Сколько внес светов? Ноль. Сколько внес тесак каких-то познавательных новых особенностей? Ноль, ноль. Не метода никакого нового, никаких-то новых идей, никаких-то новых концепций. Просто ноль. Абсолютный ноль. Далеко не все философия в данном случае получается. Аналитических философов, которые, не знаю, своей логикой щеголяют и рассуждают на пустом месте о какой-то херне, зигота, не зигота, там и прочая чушь, слабая, сильная проблема сознания и все такое. Ну, это клево, но для меня это не философы. То есть, большинство существующих в наши дни философов для меня вообще не философы. То есть, миллионы, миллионы, не знаю, там, современных представителей современного, в общем-то, мейнстрима философского для меня не философы вообще. У меня более узкое определение философии, чем и у Маргинала, и у Васила, как ни странно. Ну, это примерно, знаете, когда соревнование какое-то в школе и в конце учительница говорит, победил, победили все, блядь. Победила дружба. Нет. Ну, я больше, чем философ, ребята. Как бы. Ну, я метафилософ, прежде всего. Я занимаюсь метафилософией и обсуждаю, что такое философия, как она работает, какие там... У меня, в общем, своя теория философии в данном случае. А в целом, да, Шадов круче Сократа, так как у меня есть... Ну, у меня ортодексология моя учение называется. У меня еще и религия, и шедовизм, да, отдельно. А у Сократа ничего. Да, действительно, так и есть. У Сократа вы даже ни одного аргумента не узнаете, ребята, потому что их нет. Их и они не сохранились. Я реально круче Сократа, по аргументам даже. Несмотря на то, что я не особо люблю пользоваться логическими аргументами, у меня их тупо больше, у меня больше текстов сохранилось. Ноль против 25 философских текстов, как бы. Ноль против 25, ребят. И все. Я уже круче Сократа по мнению маргинала должен быть точно. Кто угодно будет круче Сократа. Кто угодно будет круче Сократа, если маргинал будет последовательно свою позицию проводить. А что является познавательным методом, если знание невозможно? Да, тут неважно уже. Мы здесь судим по попыткам познания. А получилось это познание или не получилось? Ну, такое уже. Уже как-то без разницы. То есть, не обязательно, чтобы этот метод познания соответствовал действительности, например. Ну, в этом смысле диалектика Гегеля это определенный метод познания. Неизвестно, соответствует он действительности или нет, но там какие-то познавательные предположения, мышления. Охуенно. Считаете ли вы Николэнда философом? Ну, только если социальным философом. Тут еще вопрос, сколько новизны он внес. Мне его надо прочитать. Ну, понимаете, его пересказывают вот таким образом. Ну, типа, вот. Вот у нас есть Николэнда, там потом будет супермир, там роботы, роботы, технологии, сингулярность, потом бру, мы должны приблизиться к этой сингулярности ебучей, всеми силами, акселерационизм, ускорить движение к этой ебучей сингулярности, а потом, блядь, бам, развитие технологии, роботы, протезы механические, и мы такие, не знаю, на руках потом такие берем, так, ух, ух, идем на руках куда-то, как роботы. Вот такая вот философия Николэнда. Мне, кстати, не знаю, обычно я такие пересказы вижу, меня не особо как-то это радует, это больше на, как-то похоже, на что это, как это похоже сейчас, трансгуманизм, это на трансгуманизм просто тупо похоже, честно скажу, из того, что я слышал, но я Николэнда не считал, мне социальная философия вообще малоинтересна, поэтому вот, поэтому вот, все, что я могу сказать. Если вот, если философия Николэнда это то, что я только что пересказал, то он не философ. Если там нечто более глубокое, может быть, может быть, кто знает. Не люблю судить заранее. Ну, заебись. А нахер было что-то делать. Не, опять же, Марго здесь пытается сказать, что я за равенство, не, я ни в коем случае не за равенство, ну, просто для скептика похуй. Вообще, вообще в целом похуй. Аргументами вы своими ничего не доказываете. Не доказываете. Все сомнительно. Все так же сомнительно, как и было раньше. От того, сколько аргументов вы примените, истинность вашей позиции, но от этого никак не меняется. Печаль, печальная ситуация. Что же происходит с этим дальше? Зато, есть огромное количество позиций. Эти позиции влияют на жизнь человека. Это можно изучать, это можно исследовать, с этим можно работать. А каких тогда современных философов, кроме Александра Шаттона, вы можете назвать, ну, не знаю, Слаттердайк, Чалмерс, Дэнг сдох уже, кажется. Я не знаю, я мало знаю. А если ученики Лэнда разовьют его идеи, он внезапно станет философом, лолкек? Понимаете, в чем дело, Максим Пестряков? Дело в том, что идея Николэнда, вот то, что я сейчас пересказал, это не идея Николэнда, все. Я, то есть, я ни от кого не слышал непосредственно оригинальную философию Николэнда, чтобы там было хоть что-то оригинальное. Поэтому здесь Николэнд скорее как бренд будет, а не как философ. Но я опять же не разбираюсь, я не буду делать какие-то суждения о том, реально ли оригинальный философ Николэнд или нет. Потому что я сейчас, я просто могу хуйни наговорить и я не хочу этого, честно говоря, делать. Поехали дальше. А Дугин кто? Ну он шиз. Споришь с человеком, который 4 года на лыжнику учился. Ну бля, это не аргумент. Хотя... Ну если у него критика современной западной культуры и просвещения, она много... Она даже у меня есть, кстати. Опять-таки, наверное, с позиции Шадова, если я буду апеллировать к тому, что типа он учился на лыжнику 4 года, тоже, наверное, норм. Слышь, бля. Победила дружба. Не, бля. Хуенно. Унизила, сука. А нахер было что-то делать. Ну чтобы культуру построить. На философию строится культура. У нас целый мир из философии построен, в том числе политика. Мы политически применяем достижения философии. Китайцы политически применяли достижения своей философии. Духовные практики Индии построены на индийской философии. Ради чтобы людям можно было каким-то образом существовать. Философия всегда встраивалась в жизнь. Некоторые отрасли философии, некоторые, в общем-то, философские школы так или иначе стали частью нашего мира. На улице орут дети, ребят, простите. Так вот. А, кстати, Илья правильно пишет. Хуй в 50 сантиметров нельзя использовать, поскольку он не стоит. Но хуй остается хуем. Да, так же и с философией. Ну, честно говоря, так же и с философией. Споришь с человеком, который 4 года на лыжнику учился. Ну, бля, это не аргумент. Хотя... Да, это не аргумент. Опять-таки, наверное, с позиции шадова, если я буду апеллировать к тому, что, типа, он учился на лыжнику 4 года, тоже, наверное, норм. Куй знает. Философия. Ну, это хуменем. Похуй. Я не могу, чтобы ебаный конфуций, как бы. Атамарный факт, независимый друг от друга. Типа, ребят, что? Мы создаем... Ну, окей. Себя, образы, факты. Еще что у нас? Элементы, образы. Да мы почти уже все прочитаем. Образ есть факт. Не знаю, давайте дальше листать. Hello, friends. Кстати, вполне возможно, да. Чувак, кстати, из Йемена, знаете, что мне написал? А что он хочет кушать и деньги у меня просила. А у меня сегодня на стрим мне закинули, там, не знаю, 200 рублей сначала, я чуть не сдох. Атамарный факт мыслим означает, что мы можем... Ну, про аргумент, про аргумент, окей. Образ! Ау, как бы, ребят, ну, вот это я понимаю, философия настоящая. Не то, чтобы там проклятые, эти, не знаю, гребаные китайцы, у которых никаких доказательств нет. Давайте пропустимся доказательства, конечно, сейчас. Пропустимся доказательства, конечно. Найдем каких-то слабых дождений. Он просто не читал Конфуция даже. Даже Конфуция. Не то, что Мэнзы или кого-то там еще. Он просто их не читал. Попытки соединить Хайдеггера и Неоплатонизм я про Дугина не оригинально. Я бы посмотрел какие-то конкретные тексты у Дугина. Просто я Дугина очень много не читал, честно скажу. Я не говорю, что... Ну, я сказал, что он шиз. Это была, скорее, шутка такая. Надо смотреть конкретные тексты. Я просто читал у него русскую вещь. Русская вещь – это говно полное. Это говно в духе русской философии в худшем и в худших, в общем-то, не знаю, определениях этой самой философии. На Амахию читал. На Амахии очень сильно похожи на различные культурологические тексты 20 века типа Шпенглера, Тойенби и всего тоже похожего. Там ничего особо тоже оригинального я не знаю, не нашел. Не все на Амахии читал, честно скажу. Ну, там определенная, конечно, оригинальная система. Ну, у Дугина есть, знаете, такое философствование. То есть, он пытается, как минимум. Насколько это основательно, насколько его можно сравнивать с каким-нибудь Гегелем, например, или с каким-нибудь Кантом, или с каким-нибудь, не знаю, Пятигорским может быть даже. Трудно, 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 трудно. Трудно. Просто Дугина нужно читать, а его высказывания часто противоречат друг другу. Я не могу понять, какая у него система. Просто, возможно, он берет из разных мест разные высказывания и рандомно их смешивает. Я хер знаю, честно. С Дугином все очень сложно в данном случае. Его надо прямо изучать, а у меня на это время пока что не было. Относительно существования не существует. Доната пришли. Андрюша, 100 рублей. Раз такое дело, смотрел недавно твое старое видео, там ты сказал, что любая таксономия арбитрарная. Вот у меня вопрос. Если вдруг завтра биологи перепишут классификацию биологических видов... Ну, ребят, я не знаю, с дочкой Дугина я тоже не знаю, зачем тусить. У меня с ним вроде нет общих философских как бы зон пересечения. Ну, кстати, как ни странно, знаете, у меня даже каким-нибудь Бояршиновым или Алиповым, которые являются с интистами, у меня с ними больше зон пересечения для разговоров, чем с дочкой Дугина. Как ни странно, чем с философами. Это относительно того, насколько я континентальный мыслитель, как бы... Вот Дугин, Дугин и его дочка, вот они как раз континенталов. Изменишь ли ты после этого свои моральные... Ну, кстати, знаете, все, что Маргинал сейчас, как он комментирует, мне, в принципе, нравится. То есть, он на меня не наезжает, меня, в принципе, это устраивает. То есть, я здесь, наверное, зря агрюсь. Ну, то есть, я тут немножко агрился в самом начале, я... Мне даже обидно немножко за то, что я агрился. ...принципы. Или пока он, в общем-то, спокойно что-то обсуждает, не обзывает меня долбоебом, это нормально. Ну, блядь, когда он, конечно, обвиняет человека в том, что он не знает, что такое аксиомы, теоремы и доказательства, ну, блядь, это шуе полное. Ну, ладно. Все-таки можно не привязывать свой моральный компас к выдуманной хуите. Ну, невозможно... Невозможно хоть что-то не привязывать выдуманной хуите, потому что, так или иначе, все основано на каких-то арбитрарных разграничениях. То есть, дело... Биологическая таксономия, она, конечно, арбитрарна, да, но разграничение между столом и кружкой, которая на нем стоит, она, ну, с позиции, блядь, моей философии, она тоже арбитрарна. Ну, потому что, никак нельзя доказать, что, типа, эта кружка, это, блядь, не часть стола. Да. Таким образом, никак нельзя доказать, что зигота не часть женщины. Если уж кружка не часть стола, нельзя никак доказать, когда он стоит на столе, то никак нельзя доказать, что зигота не часть женщины. Это немножко к разговору о том, насколько маргинал последовательный мыслитель, насколько у него система связана внутри его, в общем-то, мировоззрения тесно с собой. Ну, и я, и я тут такой, вот знаете, абсолютно неаналитический философ, сижу себе. Эх, абсолютно неаналитический, абсолютно континентальный такой. Я замечаю, что маргинал говорит какую-то хуйню, которая абсолютно противоречит другой хуйне, которую он говорит уже в другом своем пассаже. То есть, ну, отлично. Отлично. Смотрите, телефон у меня на столе лежит, телефон на столе лежит. По философии маргинала, получается, он является частью стола, Часть стола. А зигота, 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 которая в женщине находится, не только зигота и зародыш, который, в принципе, подпитывается от этой женщины энергией, так скажем, ну, энергией, питанием, питается от этой женщины, это на самом деле не часть женщины, это отдельный организм. Это часть стола, а это отдельный организм. Не путайте, пожалуйста, пожалуйста, не путайте Там некая вот есть просто условность Выдумали какую-то хуйню Так же и с биологическими классификациями То есть ты можешь, конечно, в залупу лезть по любому предмету То есть границ между странами, блять, быть не должно Потому что это условность Биологической классификации, блять, нет Ну и раз, соответственно, тоже Ну да Блять Кстати, многие ученые считают, что раз, сейчас нет Ну да ладно Двери, стена, это одно и то же, блять Поэтому я из комнаты выйти не могу, блять Окно, блять, и стена, блять Пол и потолок, это одно и то же Потому что как мы можем, блять, понять, что между ними там стена и так далее Может быть, граница между полом и потолком Она нахуй вот там, где половина стены проходит, да, несущая Блять, там граница между полом и потолком И верхняя половина стены, это часть потолка А нижняя половина стены, это часть пола И тогда стены не существует, блять Уга-пуга, пипи-пупу Но зачем? Зачем так делать? К чему это? Так А, ну то есть, ну окей, ладно Можно взять какие-то простые утверждения И на них базировать всю философию И логически из них что-то доказывать Окей, круто Смотрим дальше Существование энатомарных фактов Имеется хн равно фсилот н Равно 0 нв возможностей Как бы, ребят, все так можно провернуть Продолжаем, Виккейнштейн, цитаты волка Возможности истинности элементарных предложений Есть условия истинности и сложности предложений Как бы это уже большой волк, большой волк Продолжаем дальше, ну то есть, ну чё, ребят Там как бы формула была Да, с формулой у меня хуёво, но чё ты хотел Можно было бы, чтобы демонстративно показать Цитаты волка, хотя бы формулы проскипать Да, я здесь наебался Но это все как бы... Лёха Кринш, спасибо за подписку, два месяца, спасибо, топич. Эгенштейн? Не, ну, ребят, просто понимаете, тут еще такая большая проблема заключается в том, что у самого Маргинала в его позиции действительно имеются, ну, прям колоссальные пробелы. А когда Марго был аргументативен, ну, да, действительно. Ну, бывает на дебатах у него, пробирает, в общем-то, на аргументацию. Но, опять же, проблема заключается в том, что у Марго никто не пытается активно уличать в ошибках, в аргументации. Очень редко что-то такое получается. Ребята, для меня хорошо, для меня Витгенштейн философ, но это же цитаты волка, ребята, цитаты волка по Маргиналу должны быть. Общая форма предложения есть переменная. Ну, как бы... Там просто, понимаете, там через каждое высказывание присутствует у нас, как бы, утверждение, что ли, новая аксиома. То есть, и... Либо Витгенштейну надо термины прояснять непосредственно. Термины факта, например, с которых он начинает и так далее, и так далее, и так далее. У Витгенштейна очень много суждений, которые берутся не с хуя. Непонятно, на чем они там основаны, как с ними работать. Просто не с хуя, без объяснений Витгенштейн берет определенные утверждения. А потом, да, из них кое-что выводят, там есть подпункты, действительно. Но в Люнь Юй, в Конфуции мы встречаемся с похожей ситуацией. Просто система вывода нелогическая. Ну да ладно. Здравствуйте, Александр, думаю поступать на филфакт, но не знаю, куда потом идти с философским образованием. Помимо преподавателей философии хорошего стрима, можно в стриму идти, а можно преподавателем философии. Элементарные предложения, аргументы и истинности предложения. Еще одно, прескриптивное высказывание. Элементарные предложения, аргументы и истинности предложений. Где оно, блядь, прескриптивное, во-первых, во-вторых... Ну, я наебался маргинал, я здесь согласен. Я тогда еще не знал, что такое прескриптивное высказывание, я над этим не работал. Я учебник, ну, то есть логика у меня была довольно давно, и она мне не очень сильно понравилась. Поэтому такое, 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 такое. Не то, чтобы я ее подробно учил. И если, насколько я помню, у меня даже не было разделения на перскриптивные, дескриптивные высказывания в свое время, разобраться в этом, ну, действительно очень легко было. Надо было просто прочитать соответствующее. Включать перскриптивные, дескриптивные высказывания довольно просто. Ну, просто я тогда наебался. Ну, честно, это был абсурд полный. Ну, ладно. Сколько вы готовы поспорить, что если Шадова спросить, что здесь, имеется в виду по словам аргументы, он, блядь, нихуя не ответит. К вопросу про цитаты Волха. Так. Блядь, я даже не вижу, где он там показывает. Ну, как бы. Так, вполне. Мне логика не понравилась. Ну, я уже объяснил, почему она мне не понравилась. Я всю жизнь объясняю, почему мне не нравится логика. Ну, точнее, ответит, но неправильно. Либо жопой начнет вилять. Хотя там ответ, ну, конкретный достаточно. Регидный, так скажем. Регидный, значит, жесткий, строгий. Порядочевать вилять. Это есть основные. Регидный. 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 Я точно так же рассуждаю про логику. Че, я буду аргументы учить? Определение аргументов? Я ебанутый, что ли, ребят? Я ебанутый? Может, мне нечем заняться, что ли? Определение всех логических каких-то, там, не знаю, операций тоже, может быть, мне выучить название. Продолжаем избирать Виттенштейна в очень интересной филоске. Да, я поставлю Дугина, ладно. Я вижу подтверждение в чате, это их дохуя, я поставлю. Цепи с Александром Шадовым в духе Уда Маргинала. Продолжаем. Все большие мы не будем рассматривать, но это, потому что, наверное, могут реально так доказать. Ну, где она в духе Маргинала, блядь? Ну, это же даже... Ну, ладно, хуй с ними, с аргументами, блядь. Тут нет претензии на то, чтобы здесь были аргументы. Это не Стиль Шадова. Но, блядь, я же... Ну, блядь, в смысле не Стиль Шадова, ты смотришь отрывок, где я, блядь, просто беру и... Читаю Виттенштейна и делаю ауф и смеюсь, как бы. Очевидно, что в трехчасовом видео, где не было этих ауф, были высказаны какие-то соображения, на которые приходилось бы отвечать, наверное. Ну, ладно, неважно. Не разбираю посрочно, никакие философии, блядь. Это же рандомные хуи-то. Пиздец. Ребята, у всех вебка отстает от звука или нет? Шутка затянута на пять минут, блядь. Блядь, фунтулациями. Чувак, похуй. Типа, чувак с сарказмом так говорит, типа, мудрость веков, как будто философия, философия должна быть мудростью. Мудрость веков это, блядь. Ребят, у кого вебка отстает, нажмите F5, у вас перезагрузится страница и все будет нормально. Пословицы и поговорки, нахуй. Типа, любители конфуциев и прочей мудрости веков могут, блядь, в сборник, нахуй, пословицы и поговорки дали, просто открыть, нахуй, его зубрить наизусть. Разницы нихуя не будет, потому что конфуций, по сути дела, это хуета, основанная вот тоже на мудрости веков, блядь. Мудрость веков, пословицы и поговорки, блядь. Бабка знахар какую-то хуету еще сказала. Это, блядь, не философия. Это не философия по одной простой причине, потому что лично мне это неинтересно. У меня есть критерий. Философия мне интересна, интересно, это вот то, из чего я исхожу. Философия мне интересна. Если мне что-то неинтересно, то это, блядь, не философия. Собственно, и все. Причем тут... Овнет просто охуеть, как овнет, ребят. Я не могу не вставить по этому случаю цитату... Блядь, я просто в шоке. То есть, понимаете, иногда за маргинала просто можно ничего не говорить, он сам справляется. Короче, цитируем классику. Убер-маргинал – это такой вот инвалид, весьма грустный. Ты смотришь, когда на него как-то, ну, сочувствуешь очень сильно. И поэтому, как бы, ему все в чате говорят, что он там, ну, он классный. Повнят он, да. Что он такой, значит, интеллектуал, сидел, задают ему вопросы. Ты знаешь, как вот, чтобы он чувствовал себя просто получше, как-то. Ну, то есть, это как Бэтмен, Бэтчайлд, может, знаешь, когда мальчик там умирал от рака и хотел очень быть Бэтменом. И все делали вид, что он Бэтмен в больнице, ну, чтобы, как бы, ему полегчало. Ну, это примерно то же самое, только на уровне стрима. Ну, как бы, как-то так. Ну, вот заовнил он приблизительно как-то так, ребят, сейчас. Вот особенно вот этот отрывок, он заовнил приблизительно как-то вот таким образом. Охуеть просто, да. Ай, пиздец. Ладно. Сука, просто, ебать. Как бы такой, ну, это критерий, причем довольно объективный критерий. То есть, это, знаете, типа, может... Блять, знаете, как проверить, блять, собачий корм натуральный или нет, блять, собаке там его показать, если он нравится, такая, блять, значит, хороший собачий корм. То же самое с философией, блять. Мне интересно, значит, показываешь ему философия, так и начинается. Ай, блядь, сука, объективный критерий. Ай, блядь, как собачий корм философия, как собачий корм, блядь, маргинала. Он, блядь, и правда собака, кажись, сука. Ай, блин. Какая пиздец. Пиздец, ладно. Что-то философия, если мне не интересует, что не философия, как лакмусовая бумажка, нахуй. Возьми её и сожми, блядь. Ну, а кому? Мы же протекуем, как мардинал, в этом вообще... Пиздец. Пиздец, ну, иногда лучше не отвечать, как бы. Иногда лучше не отвечать, сейчас скажу. То есть, знаете, его критерии по логике, ну, то есть, что логично, то философия, что нелогично, то философия, он ещё хотя бы, знаете, плюс-минус основателен. По крайней мере, ввиду того, что, ну, блядь, если бы маргинал не был бы ещё забитым аналитическим мыслителем, который тупо по современной логике оценивает философию, ну, он бы ещё признавал, что Аристотель философию, наверное, признаёт. Последователи Аристотеля философии, люди, которые так или иначе позитивно к логике относились, философия, типа Лебница и не Лебница. Лебница тоже, получается, философия, потому что над логикой работал, развивал логику Шопенгауэр, тоже философия, поскольку в логику вкладывал кое-что. У него были более-менее аргументированные суждения. Ну, то есть, понимаете, так хотя бы по критерию чисто логической аргументации, восходящей к Аристотелю и после немножко трансформирующейся, ну, мы могли бы назвать философами, ну, хотя бы 50% европейской философии, хотя бы 50%. Это уже неплохо, это уже неплохое достижение, как бы. Но когда речь идёт о таком хуёвом критерии, ну, охуеть. Не будем с этим работать, давайте до конца, что там, то, о чём нельзя говорить, о том следует молчать. Всё, ну, шутка закончилась. Ну, да, ну, есть довольно большое количество людей, которые действительно просто повторяют рандомные фразы из Витгенштейна. И, ну, да, это философия, как бы, цитаты Волка. Философия Волка, я хотел сказать, цитаты Волка. CLD 333. Моя претензия к логике это то, что раз, она ни на чём не основана, ну, то есть, да, действительно, в том числе. Два, она работает ни с чем, она не работает с реальностью какой-то отдельной. Логика, ну, это что-то связанное прежде всего с высказываниями, какими-то субъективными идеальными явлениями. Ни в коем случае не связанное с какой-то реальностью, действительностью. То есть, для того, чтобы доказать, что логика, даже если она верна, она связана с реальностью, ну, для этого нужно, не знаю, ещё одну логику изобретать. Что-нибудь придумывать, какие-то другие доказательства вне логические. Ну, просто очень трудно. Очень трудно работать с логикой в данном случае. Если это так, как я говорю, логика больше похожа на довольно сложную, интересную игру, в которой есть определённые правила, по которым люди играют. Но если это и есть философия, и только эта философия, ну, для меня это не очень основательно. Кстати, Шадов, теперь у Марго критерий философии уже, чем у тебя 1-0. Ну, дело не только в узости, дело в том, как много философов туда реально проходит. Так он не говорил, что аргументы с Фрёги начинаются в том же видео, но в другом видео говорил, ладно. Где он выбирает философа, он говорит, аргументативная традиция начинается с Аристотеля. Павел, понимаете, в чём дело? Он в разных видео говорит разные вещи, очень разные. Поэтому, ну, я не знаю, тут уже трудно уже судить. Продолжаем досматривать. 100 рублей. Ну, то есть тут реально трудно, потому что маргинал разные вещи говорит. Притом, в том же, в тот же самый год он может сказать абсолютно разные вещи, и ты такой, нихуя себе. Какое занятие для тебя самое интересное? Вот это вот. Или тебе вообще в жизни нифига не интересно? Нет, мне интересно стримить. В чём для тебя смысл жизни? Это бессмысленный вопрос. Я имею в виду не тот смысл, который тебе дядя с неба назначил, а то зачем ты с утра из постели вылизываешь. Ну, Марго скорее не софист, как написано. Марго скорее не софист, он просто не следит за своими высказываниями, не пытается намеренно вывести одно высказывание другого, и не пытается добиться непротиворечивости в своих высказываниях вообще никак. То есть самое лучшее, что он может делать, это кого-то критиковать. Всё. Ну, да, Павел Маркин, действительно, он так говорит, но просто у него критерий разделения философии, это логические критерии, начинающиеся уже от Фрёги. То, что было до этого, это такое, знаете, это предисловие, приквел. Приквел, он типа относится к философии весь этот приквел. Аристотель, рационалисты, Лебнец, Спиноза, импирики типа Юма. Это как бы приквел, да, это как бы, знаете, это ещё наивная философия, Маргинал это называет, это наивная философия. Философия без логических аргументов, без логических рассуждений. Там есть попытки аргументации, но они наивные, они простые, они ещё недостаточно крутые, вот. А потом начинается аналитическая философия и всё. Это, собственно, и есть настоящая философия, а всё остальное говно. Поехали дальше. А то, зачем ты с утра с постели вылезаешь? Ну, на мой взгляд, стримить довольно интересно. Ну, если бы я не писал книги, если я не был бы поэтом, писателем, философом, там, не знаю, если бы я не пытался тексты философские писать, наверное, я бы очень много стримил. Мне, в принципе, нравится. Прикольное занятие, честно скажу. Интересно, и за деньги можно посмотреть убер-маргинала, покомментировать его тоже, по-моему, неплохо. Ты вызываешь? Нет, я это скопирую. Как мыслить, если не мыслить логически, спрашивают в чате. Логика – это одна из систем только. Ну, ладно, несколько систем мысли, допустим, несколько. Есть вне логические системы. Там есть диалектика, можно мыслить диалектически. Можно мыслить по нияя-логике, например. Это условно называется такой определенный силологизм европейский. Есть такое. Есть такое. Есть, не знаю, китайский способ рассуждения и, следовательно, мысли. То есть, когда они приводят аналогии, сравнивают что-то с природой. Общественные какие-то вещи сравнивают с природой. Это такой китайский способ мысли. То есть, есть разные подходы к мысли. Есть разные подходы к тому, как проводить свою мысль дальше. Что-то пытаться обосновывать, подтверждать. То есть есть, есть разница. Анастасия пишет, да, но есть люди, которые считают, что все, кроме антички, говно. Тут понимаете, в чем дело? Если мы говорим о том, что философия это античное слово, ну то есть греческое, философия, любовь к мудрости, следовательно, подлинной философией является только античной философией. Ну потому что только греки употребляли правильно это слово к своим мыслительным. А все, что потом, это уже отклонение от этой самой философии. Тут опять же, понимаете, вот это вот херня, то есть споры с этими терминами, они могут заходить вообще в разные стороны, они могут куда угодно уводить. Мой критерий разделения философию и нефилософию по новаторству, он прост. Он прост и он захватывает всех основных философов, что для меня важно в выделении этого критерия. Ну там, не знаю, захватывает Платона, Платона, Аристотеля, всех досократиков захватывает, Гегеля захватывает, индийских философов захватывает, китайских. То есть захватывает всех, кто так или иначе формулировали интересные новые мысли, которые в итоге даже закрепились или даже не закрепились, неважно. Кайл за 50 рублей спрашивает у Александра Шадова. Александр Шадов, как известно, еще тот человек, который разбирается в отношениях. Так вот, не зашкварно ли начать встречаться с бывшей спустя определенное время? Или дважды в одну реку уже не войти, и это всего лишь прихоть ностальгии по человеку и лень искать нового? Что говорит скептицизм? Ну скептицизм ничего не говорит, вы можете встречаться, можете не встречаться, можете избрать любые объяснения для этого, там, не знаю, можете дважды войти в реку. Может быть вы единожды не сможете в нее войти. То есть система описания, скептицизм вам никакой не предлагает теоретической, никого там шлюхами называть мы не будем, дураками никого называть и будем. Хотите войти в одну и ту же реку дважды? Входите. Хотите с девушкой встречаться, у вас есть какое-то желание? Пробуйте или не пробуйте. По каким соображениям вы это сделаете, это тоже ваше решение в данном случае. Ну если вам приятно было с ней общаться, например, если вы оба хотите сойтись, какие соображения вам могут помешать это сделать? Честно. Шадов, что ты делаешь с тиражом своих книг? Пытаюсь продавать, но нет, у меня не получается. Не, они у меня лежат в коморке сейчас все. Они у меня лежат и они не распродаются. Я жду, может кто-нибудь купит. На, я вот, я скопировал буквально как бы. Идем дальше. 100 рублей. А, нет, 100, 300 рублей. Ссылка, подвойной. 5 минут, начиная с 2.09.30. Так, что там? Маргинал отвечает на критику. Блядь, пауза не работала целых 3 секунды. Ебаный, ютуб. Так, начиная с 2.09.30. Ну, это можно как бы на твиче, он же стримит на твиче, правильно? Я стримлю на твиче, но проблема заключается в том, в оригинал, что у меня на твиче 2-3 человека сидит обычно. Ну вот. То есть меня вряд ли забанят. Я... Шадов стримит на твиче, только там 2 человека сидит, как бы, охуеться. Я очень надеюсь, что это никто не скипнет. О, даже интересно. Надо же, какое замечательное видео. Было бы очень жаль, если бы его кто-нибудь скипнул. Так. Сука. Ладно, шутка смешная, серьезно, шутка смешная. Так, 2.09.30, говоришь. Носилки издателям книги нет, я их присылаю обычно в электронном виде. Их книги носить не обязательно. Так, 2.09. Так. И чуть-чуть вперед. Так, ну 31. Одну секунду я зажоплю, пожалуй. Ну ладно, мы посмотрим 5 минут и одну секунду, чтобы ровно было. 34-я минута. У Скидоза, он не логик, он математик, он пытается перенести... Логика это математика. Нет. Хуй тебе. Блядь, как удача заказывают. Ну то есть логика это не математика, очевидное утверждение. Да, охуенно. Нет, логика это не математика. Все доказано. То есть логика более широкая понятия, чем... Нет, не более широкая. То есть есть математика, круг Эллера и логика. Они иногда сходятся. У Марго они просто сходятся. Обычно под логикой понимают там, не знаю, какую-нибудь формальную логику Аристотеля, например. Или еще не такое. Что с математикой тупо не связано. То, что через логику можно описать математику, или через математику можно описать логику, не говорит, что они одно и то же. Все. Поэтому логика не математика. Доказал? Не знаю. Посмотрим. Математика не работает с высказываниями, логика работает. Нет, математика работает вообще с чем угодно. Ну, математика действительно работает с чем угодно, но... Но это не прямой смысл ее работать с высказываниями. Просто, смотрите, если математика работает с чем угодно, ну, математика работает со столом, с которым у меня здесь находится. Значит, мой стол, который передо мной стоит, это математика. Правильное высказывание? Нет. то же самое с высказываниями у меня кровать здесь стоит математика все можно прочитать здесь математикой значили что моя кровать это математика нет не значит вот совсем совсем с чем угодно да действительно но это нихуя не значит в частности например элементом множество может быть блять любая хуйня который бы ты не назвал высказывание гради и убивает да да но это не значит что высказывание или крокодил это предмет главной математики для вообще предмет математики небо злю небо блять звезды нахуй травы да но небо звезды и травы от не математика логика это вот раздел математики который занимается высказываниями x ну блять опять же через определение спорить то есть лол ну я под логикой понимаю более широкое количество конечно же всяких преобразований типа аристоте типа аристотельской логики ну может быть даже диалектическая логика части но плевать на диалектическую логику здесь просто но рисовать лиска логика она не математика это отдельный метод от математики это метод который еще не объединили с математикой то что после фреги происходило объединение математики логики но я поздравляю это определенное историческое событие клёво но ты не за что вся логика математика вся математика математика это двигать наоборот то что логика это раздел математики не значит есть такая логика который является разделом математики я бы так сформулированы ну по крайней мере данное высказывание вполне адекватно для логике аристотеля и на протяжении большего времени существования логики вот моё папа я позиция более адекватно чем позиция маргинала когда логика начинает сливаться математикой и в общем-то они вместе то вместе вместе потом продолжает свой путь дальше ну вот тогда это называется появление логики вот видите маргинал это называет появлением логики просто но у нас разные определения окей ладно поехали дальше можно говорить о том что логика это математика так вообще нет математического рассуждения-то есть большая разница между математикой и логикой plat этagus конечно не большая это между высказываниями и числами огромная разница ну разница есть да но математика она не только про числу про взаимоотношения между числами про числовые взаимоотношения Количественные, всегда количественные Есть такая хуйня, называется дискретная математика Если из нее изъять арифметику Арифметика тоже дискретная математика Если забыть про арифметику То там вообще почти все не про числа Вообще тема про то, что математика это числа Это как бы показывает уровень оппоненту охуительный Окей А, сосед, спасибо за подписку, привет Ебать, он громко орет Не прозвучало 34 Ну, не только числа, но и взаимодействия Прежде всего количественные Математика работает с количественными характеристиками Высказывание Не всегда Ну, множество это количественная характеристика То есть, опять же Количество Высказывание не ограничивается количественными характеристиками Ну, Марго прав, про дискретную математику окей Но, ребят Все равно это количественно все Количественно Высказывание о другом Ну, допустим, начиная с предикативной логики окей Что с предикативной логики начинаю? Я проебал Не хочу перематывать Просто логика равно математика? Нет Логика очень широкое слово Которое используется в разных смыслах Не, логика не равно математика Потому что не любая математика является Понял, правильно Логика Так что, да, логика не равно математику Но логика это разновидность математики, да Ну, здесь я тоже не согласен Опять же, из определения следует И когда мы думаем обо... Не обязательно количественными порядки всякие XY, порядок, че это? Он числами не обозначается, например, порядок Он не количественный Опять же, исчисление бесконечных множеств не о количествах Там количество вообще хз, что такое? Ну, там абстрагируется количество просто до бесконечности Все Это количественная характеристика, честно Ну, вообще чисто количественная характеристика Я не знаю, многие философы думают о логике А высказывания не о количествах могут быть? Могут быть о количествах, могут быть не о количествах И прежде всего Аристотеля Ну да, но логика Аристотеля является логикой Значит, тогда и только тогда Когда возможна интерпретация Аристотельских силогизмов В, значит, нотации Ну, хотя бы логики высказываний А может быть логика высказываний И вообще вся современная логика Может называться логикой только тогда Когда она может быть истрактована В рамках логики Аристотеля которые исконно являются логикой но придумывают там всякую-то хуйни назовут это логика и потом говорят аристотель не логик окей лучше логики предикатов конечно потому что ну вообще для того чтобы силу аги формализовать аристотельский силогизма наиболее эффективно принципе квантер можно поэтому скажу логики приди логик предикат можно выки высказывания не хвост логика аристотеля не есть математика это радикально отличный метод от математики да нет просто неформализованная разновидность тех же самых умозаключений в довольно топорный по нашим современным меркам нотации но он отличен там бездна была между ними сократить эту бездну ну помогли только мыслители 19 и 20 веков включая кстати рассова как ни странно не мне просто действительно интересно как они все это там на придумывали историю себе логики такую забавно ну ладно каштимский йоту 195 рублей 10 минуток по войной поиграешь правыми мышцами так что там окей можно совместить окей но это было сделано значительно позже исторически юм здесь меня будут обсирать и юм это самый известный из классических британских эмпириков так первые пять минут запоминаем первые пять минут первые пять минут короче маргинал овнет гегель напоминаю вторые 20 минут маргинал признается в том что философия это то что ему интересно а не философия это то что ему не интересно сейчас вот сейчас у него есть раз меня за ловнить потому что я не то чтобы большой специалист в юме я очень мало в нем разбираюсь посмотрим вот вот шанс шанс за овнить александра шада вот сейчас вот вот он сейчас будет чё там блять случилось кто-кто кто-кто-кто-кто чё шадов блять кто исключил x y что блять то произошло как он это сделал максим блять как вы это сотворили я не знаю как его вернуть алё как как он за как он может быть забанен модератор исключил пользователя из обсуждения как он это сделал посмотреть да включить обратно пацана добавить модератора x y в модераторы внесён теперь назначен модератора моего канала я не знаю временно исключить пользователя из обсуждения удалить удалить нет ребят все я не знаю вернулся может быть я не знаю x y если вы нас смотрите пожалуйста сообщите я вроде вас сделал модератором после того как вас модератор один забанил знает зачем бывает все надеюсь исцелил предоставляет нам чувства эмоции эмоции именно вот да он подвергал их сомнению но он отрицал априорные знания мне не нравится отрицать через отрицание априорных знаний не знаю называть кого-то эмпириком или нет потому что до юма до бэкона даже того же были тоже эмпирики которые многие из которых скорее всего даже не отрицали априорное знание потому что эти проблемы в их время либо не было сформулировано либо они на это не обращали внимание но все равно называют эмпириками по принципу того что они делают акцент на изучение исследование эмпирического опыта и делают ставку на то что эмпирический опыт является одним из самых главных источников познания называют эмпириками потому что они похожи на трех классических британских эмпириков которые были позже секс эмпирик почему тогда называется эмпириком почему у меня фамилия эмпирик он опять чужим на меня овнет что же он на меня овнет так то господи 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 как он за меня за овнял сейчас а почему у греков некоторых людей которые занимались эмпирической деятельностью тогда их называли эмпириками почему так происходит то интересно интересно очень интересно дала все больше не будет комментариев к этому но просто было бы интересно классическом смысле таком английском англичане просто практически всех своих мыслителей так или иначе называть британцы или британцы оговорка согласили комет типа было прикольно я не знаю что ли у них перкли эмпирик юм эмпирик и англичане в своем образовании ну то есть на википедии даже можете ну действительно откуда англичанам знать нахуй английский философ локон блять эмпирик или нет но с локом все более-менее понятно он сенсуалисты эмпирика безусловно здесь все здесь здесь все четко с локом сомнений мало с бэконом и фрэнсисом и роджером сомнений тоже мало эмпирики считать что это все эмпирики например в нашей отечественной историографии то что беркли эмпирик но не то чтобы слишком уж очевидно но в отечественной историографии беркли является субъективный идеалист на куда не будем за да в отечественной историографии беркли субъективный идеалист но он правда не субъективный идеалист он ни в коем там он объективный идеалист если мы по идеализму будем разделять здесь так-то ну ладно забывать про 70 лет завитого социализма и диаматов честно скажем тут все может зависеть опять же от определения и честно говоря на мой взгляд определение могут ну очень сильно скакать продолжаем фамилия империка это не фамилия эта кличка эта кличка потому что он занимался определенной эмпирической деятельностью имя секса фамилия империк до эмпирик это по роду деятельности то есть секс эмпирика он потом стал скептиком а сначала был медиком у А у медиков была школа эмпириков, греческая, ну, римская уже получается. Они были эмпириками до определенного времени, они назывались эмпириками. Вы в тексте «Секста эмпирика» найдете критику эмпириков, представителей школы Гиппократа. Понимаете, в чем дело? И они назывались эмпириками, тогда еще до сих пор. Мне кажется, маргинал немножко путает последовательность временную, ну, и все. Он просто говорит, есть три крутых эмпирика, которые были в Англии, а все остальные как бы уже по образцу названы. Кажется, нет. Эмпирики от рационалистов отличаются тем... Не, ну тут фишка просто в том, что у него не фамилия, но это как бы это кликух такая, типа, не знаю, шадов скептик там, не знаю, секст эмпирик, маргиналку колд, это типа такие кликухи там у пацанов были. Эти кликухи что-то обозначают в данном случае? Обозначают в контексте секста эмпирика, они обозначают то, что он, короче, был... Изначально был, до того, как стал скептиком, был, короче, медиком, медиком. Все. Тем, что эмпирики утверждают, что все знания следует из опыта, рационалисты утверждают, что это не так, а следовательно, бывают априорные знания. Все. Юм, эмпирик, самый что ни на есть. Опять же, относительно априорных знаний я повторю свой тейк, я не знаю, поместится он здесь или нет, будет ли повторение или нет. Ну, априорные знания, окей. А все, кто не верит в априорные знания эмпирики? Нет, 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 нет. Мы можем не пользоваться эмпирическими методами. Можем не пользоваться эмпирическими методами и не верить, короче, во врожденные знания. Вдруг интуиция какая-то, не знаю, вдруг мистический опыт. Мы табула раса, но у нас постепенно появляется мистический опыт. Никакого, в общем-то, получается, в данном случае у нас, никаких априорных знаний у нас нет. Но мы получаем мистический, условно говоря, опыт. Это не тот опыт, о котором говорят эмпирики. Колдовство какое-нибудь там появляется. Мы табула раса, но появляется с помощью колдовства у нас какая-то информация в голове. Охуеть. Вообще, основной эмпирик. То есть, вот Лох и Беркли, это были просто, ну, типа, притечи. О каких знаниях может идти речь, если, согласно концепции Юма, мы не можем быть уверены в том, что опыт дает нам знания? Ну, да. Ну, как бы, если знание есть, то оно следует из опыта. Но мы не уверены при этом, что что-то следует из опыта. Что из-за того, что-то следует, окей. А как получить модера? Ну, нужно посидеть немножко и дождаться актуального момента, когда мне будут нужны модеры. Я буду давать. То есть, как он приходит к выводу о том, что знания нет, он приходит, опираясь на то, что если знание есть, то оно должно следовать из опыта. И потом уже через это он приходит к выводу о том, что по большей части, да, знаний в том виде, в котором мы, в особенности философы, их представляют, их, в общем-то, нет. Большая часть всей хуйни, которую мы делаем, мы делаем по привычке. Это если очень топорно все излагать, вкратце, да? Не, правильно, хорошее топорное изложение в данном случае. Но, опять же. То есть, он не просто пришел, в чем принципиальная разница, повторюсь, между философией и цитатами Волка? Блядь, опять цитаты Волка. Это очень важно. Юм, он не просто пришел и сказал, блядь, знания хуйня, мне не нравится, короче, блядь, нет знаний. А вот маргинал просто пришел и сказал, мне нравится эта философия, мне не нравится, это не философия. Знания сомнительные. Значит, маргинал это не философия. Блядь, нету их. Он к этому приходит. И вот то, через что он к этому приходит, это эмпиризм. Это точно не рационализм. Ну, кстати, здесь можно согласиться с тем, что Юм приходит к этому через эмпиризм. Да, окей, допустим. Допустим, допустим, допустим. Но в данном случае можно было бы сказать, что Юм был эмпириком, а потом стал неэмпириком. Пришел к тому, что перестал быть эмпириком. То же самое с Беркли. Но да ладно, я опять же к более широкому определению эмпиризма здесь просто отсылаю. К этому приходит не из предпосылки о том, что есть априорные знания, он к этому приходит из предпосылки о том, что априорных знаний-то как раз таки нет. А на априорные знания нам в данном случае просто насрать. как бы к сожалению не всякий человек который верит в то что нет априорных знаний является эмпириком это этот этот тезис истинный чакайте как бы с чего у него все начинается по сути дела ну примерно так у него совершенно вот у меня все время вот такой вопрос был ну разрешил юма без юма они нахуй были бы не нужны то есть они были нужны для того чтобы появился юм в принципе а юм это самый значимый принципе из британских эмпириков причем не только классических вообще это основной что из британской вот у юма как раз одна из основных проблем одна из основных проблем заключается в том что он сомневался сомневался в опыте понятно но априорного знания по нему тем более не было но приорное знание плохой критерий разделения эмпириков и не имбириков по понятной причине которые уже за том что начинает именно с того что априорного знания нет если на что-то в принципе можно опираться то на опыт во первых во вторых сомневался ну кант тогда тоже империк потому что у него тоже с опытом что-то похожее в опыте не существование опыта как такового юм в этом плане он такой про то но просто с чистыми категориями канта ну я не знаю ладно ладно по канту есть чистые знания окей ладно как не перекан люблю в любом случае не перекатышу это шутка номинолог то есть пучок перцепции он никуда не девается он пропадает когда когда ты успешешь то есть если ты в тогда не знали про рим слив вот этот самый но когда без сознания пучок перцепции пропадает пропадает перцепция того что ты это ты тебя нет вода там конечно не специфические выводы у юма но он сомневался в опыте во первых он не говорил что опыта там нет или что представление об опыте абсурдно и так далее то есть он как бы является притечей того же там гусарля например уже неудивительно принц и юм как раз повлиял на вообще психологов 19 века то есть у нас не который на стыке 19 20 века то есть там билим джемс там алексус майонг тогда не но юм очень влиятельный мыслитель он и на кант повлиял на много повлиял майонг это уже а кант повлиял в том числе на феноменологию на гегеля на феноменологию духа гегеля и потом впоследствии уже получается повлиял на феноменологию гусарля но нет он 19 тоже застал но все-таки celebrity статус у него был в начале 20 но не в 19 но в общем неважно то есть юм повлиял на психологов 19 века и там феноменология немного перетекло тоже про что ты рассказываешь главное зачем и кому я вам рассказываю может вам интересно про юма ну ладно продолжим дальше вас потому что не но тут относительно юма в принципе ну вот эта позиция которую можно защищать защищать то есть вполне я здесь не то чтобы я здесь овню здесь ну не то чтобы может даже ничья я может даже приоритет нашем споре с марго по отношению к юму ну ему бы даже отдал хотя мне все равно не нравится мне все равно не нравится это разделение уже по понятным озвученным мной причинам относительно того ну овне тон шадова каким образом у меня он меня хоть где-то тут за обнял опыт может давать знать хоть хоть один вопрос традиционно его называют и перекам англичане называют и перекам тем более юм повлиял на развитие эмпиризма и явился следствием развития перимата у него то есть он действительно то есть я повторила части тоже что говорил маргинал просто трактует по-другому идет череде эмпириков к кибер идет череде эмпириков условно говоря опять же ввиду того что он добрый вечер лучших надежном печально ну вот мы посмотрели прекрасное видео о том как убер маргинал меня за овнил он даже больше гегеля на самом деле за овнил за это видео ну да ладно бедный гегель бедный гегель а друзья тем временем видосы у нас закончились видосы закончились и мы сидим и ждем новых видосов я не знаю что нить еще будет может быть может быть чуть еще будет может не будет что-то какие-то вялые дни идут в последнее последнее время надо надо что-то думать я щас менеджеру напишу нам нужны модные гости так печально печально до слили как дешевку я прям даже не знаю что делать куда деваться да нет нет но маргинала большие проблемы с трактовкой философии как термина на мой взгляд крайне большие проблемы прям очень жесткие проблемы с юмом все в порядке очевидно здесь как бы я не то чтобы говорю что я прям разнес убер маргиналов кук и прах у меня просто есть определенные соображения ну и то как он в общем-то овнил типа ну шадов типа континентальщик типичный там все дела та-та-та-та-та гегель гегель тому прикольно